В Ривне сегодня избирали меру пресечения для виновника аварии, в которой погибли 4 человека. По версии следствия, это водитель легковика. Его машина вечером 25 июня столкнулась с маршруткой и грузовиком около города Сарны. Что решил суд, расскажут наши корреспонденты. Ривненский городской суд сегодня здесь избирают меру пресечения водителю легковушки. Именно он, по версии следствия, является виновником аварии, в которой погибли 4 человека. Это перекресток на трассе Киев-Ковель-Ягодин, где и произошло ДТП. Легковушка выезжала на главную дорогу и не пропустила маршрутку. Он для трассы приступился и потом резко начал врукаться. Маршрутка бьет его, выкидывает маршрутку мне на зустричную и ударается буст и маршрутка в меня. После столкновения с грузовиком маршрутка перевернулась. Три человека погибли на месте. Еще один скончался в реанимации. Пятеро пострадавших до сих пор в районной больнице. Сам водитель легковушки не пострадал. Экспертиза показала, он был трезв. Это Дмитрий Брыш, житель города Сарны. На заседании по избранию меры пресечения парень просит у родственников прощения. А у суда не отправлять его в СИЗО. Если суд выясняет меня виновным, то я принесу покорение. Когда случился транспортный вода, что я не с ним, с места происшествия, помогал бы тягу, я искренне соболезную с ним. И прошу суд дать мне помягченную меру. Подозреваемый из многодетной семьи. Кроме него у родителей еще 10 детей. Ранее судим не был. На суд пришли друзья и родственники. Все отзываются о подозреваемом положительно. У моего сына точно не было никаких плохих намерений. И он ни день не был замечен, залучен в ее добротное життя. Если он попал в эту ситуацию, я не могу оправдывать своего сына. Потому что это мое решение следствия и мое решение суд. Следователи и прокурор настаивают только на аресте. Иснуют риски того, что подозреванный Брыж будет перекрываться от органов досудового расследования и суду, незаконно впливать на потерпелых и сведших. В результате суд поддержал сторону обвинения. Дмитрия Брыжа отправили под стражу на 2 месяца. Без права на внесение залога. За гибель 4-х человек ему грозит 12 лет тюрьмы. Снежана Сидорук, Николай Васильев. Подробности телеканал Интер. Ривна.